Всем привет-привет! Вот и я появилась наконец-то на нашем канале. Куда мы пропали? Что с нами произошло? Хочу рассказать вам об этом поподробнее. Что со мной произошло? Ну, всем уже известно, я заболела. Иван тоже, но Иван немножечко. Он молодец, он когда начал заболевать, он сразу же принял все таблетки, витамины. И дня 2-3 и он выздоровел. Что со мной было? Как вы видели уже по последнему видео, я в пятницу 24 января заболела, утром проснулась и начала сильно кашлять. У меня не было температуры, слабости, вообще ничего, кроме сильного кашля. Поэтому я поехала на дачу, пробыла там с родителями, собаками. К вечеру я уже слегла. Потом дня 2-3 у меня была температура высокая, где-то 38,6-38,8. Один вечер даже была температура 39,2. Ничего вообще не помогало, температура не сбивалась. Благо я вспомнила, что детей маленьких натирают водкой. Иван натер меня водкой, мне стало легче, я уснула и после этого начала температура сбавляться. Что мы так долго не снимали, почему? Очень многих вопросов, что мы отказались от канала, мы больше снимать не будем. Нет, мы будем. Канал «Наше всё». Мы очень много уже вложили в него и хотим, чтобы он дальше продвигался, процветал. Радовать вас, радовать себя. Вы знаете, уже наш канал «Это как наркотик». Это способ идти всё вперёд, вперёд и двигаться намеченным целям. Очень много друзей мы получили за счёт этого канала. И вообще как бы он двигает. Если вот я вот эту неделю, там две болела, я ничего толком не делала вообще. Не есть, не готовила, не убиралась, ничего. Но ещё из-за того, что я себя очень плохо чувствовала, я буквально вот последние два дня не лежу в постели. А так всё это время я полностью лежала в постели, так как была сильная слабость, кружилась голова и было очень плохо. На данный момент я до сих пор кашляю. Из-за этого сиплый голос и не могу долго разговаривать, начинаю тоже кашлять. Пока что вот почему-то это до конца не восстановилось. Но надеюсь, что в ближайшее время всё нормально будет. К врачам я не обращалась, потому что я для себя решила, что это простуда. Сейчас у нас очень многие в городе болеют пневмонией. Я очень переживала, что приедет врач, приедет скорая, меня обязательно заберут в больницу. Не хотела в больницу. Не каждому доктору и медсестре у нас в Коломне объяснить, что мне нельзя делать капельницы, мне нельзя делать какие-то определённые процедуры. Начну спрашивать, что это у вас такое? В тот раз меня спросили, аномалия Арнольда Киаре-то где? Как я на это ответила, что между головой и жопой, вот где. Мне сказали, что хамите. Я говорю, ну вы медработник, вы должны это знать. Ну в общем, поэтому, чтобы не рассказывать, где Арнольда Киаре у меня находится, что со мной происходит, из-за этого я не вызывала скорую. Но как бы вероятность данного была, и мы всегда держали руку на пульсе и в любой момент договорились, что если станет ещё хуже, то обязательно вызовем скорую. Ну, слава Богу, всё это пронесло, но к доктору всё равно меня все убеждают, что надо сходить, хотя бы сделать рентген лёгких, посмотреть, что уже там, потому что я до сих пор кашляю. Что ещё? Я очень сильно хочу выразить благодарность своим родителям, которые нас поддерживали. Мама очень переживала, брат, там папа, они писали, спрашивали, какое самочувствие, как-то нас советовали, консультировали. Мама вот подказала хорошее лекарство, которое потом начало нам помогать. Также мама передавала через папу нам передачки, еды всякой, деньги на лекарства. В общем, очень, ну, это очень приятно и очень ощутимо, по крайней мере для нашей семьи. Я думаю, что Иван со мной согласен. Татьяне нашей хотим передать очень большую благодарность. Она ввела нас в такой стопор, и неудобно было, и приятно, и ночью очень много более эмоций и чувств. Когда мы только заболели, Татьяна приехала к нам, привезла огромнейший пакет фруктов, йогуртов, и привезла очень классную микстуру, которая реально помогла мне отхаркиваться, кашлять, и мне стало оно лучше. Хотя, конечно, эта микстура очень дорогая, но спасибо ей большое. Я знаю, что она будет смотреть, и хочу именно вот публично сказать ей большое спасибо. Также я хочу сказать спасибо семье, чтобы не назвать фамилию. В общем, Татьяне и Андрею, я тоже хочу сказать огромное спасибо. Они очень переживали, они предлагали свою помощь, но как бы уже критичность данного, ну, моего состояния, уже началась ходить к нулю, так сказать, и я сказала, что не надо не приезжать, ничего не привозить, и всё нормально. Плюс ещё Татьяна нам привезла немыслимое количество фруктов. Мы ели, наверное, неделю или полторы эти фрукты, поэтому у нас было всё в достатке. Вот хочу сказать спасибо Татьяне большое за то, что они переживали реально, участвовали, предлагали свою помощь. Ну, в общем, всем нашим друзьям, близким и родным, кто был неравнодушен к тому, что у нас происходит, к Светлане из Рузы, тоже хочу сказать спасибо, она тоже очень переживала, и я хочу ей сказать, чтобы она быстрее выздоравливала, так как сейчас она лежит в больнице. В общем, небольшая такая организационная часть, но мне хотелось это и сказать этим людям, чтобы они знали, что я реально им благодарна. То ещё смешной момент произошёл в моей болезни, когда я неделю уже болела, лежала в постели, у меня была сильная слабость. Слабость выражалась до такой степени, что я приходила на кухню, ставила чайник, чайник кипит, а я не могу уже встать в постели, чтобы его выключить, у меня нет сил, мне плохо. Благо, Иван всегда был рядом и всегда мне помогал. И вот в тот момент я начиталась в интернете и решила, что я болею коронавирусом. Но это не коронавирус. Иван, почему ты считаешь, что я не болела коронавирусом? Потому что ты не болела коронавирусом, потому что он до нас не дошёл, но у меня вся симптоматика была именно этого заплевания. Симптоматика коронавируса схожа с гриппом. Ну и с тем, что я болела. Да, но это не коронавирус. Ну может я уже переболела, и я попала в ту счастливое число тех людей, которые уже переболели и точно уже не умрут. Если ты в эпидемиологии не разбираешься, то не надо такие выводы делать. У нас всего пока что два случая заражения зафиксированы официально. Заражение коронавирусом. Сейчас в Тюмень, насколько я помню, их перевели. У нас больше нет от кого заразиться. Ты с китайцами якшалась? Нет. Не было. Ну а все, тогда нет у тебя коронавируса. Ну я странным образом заболела. Все очень странным образом заболевают. Неожиданно, негаданно. Ну а что говорят вообще в мире про этот вирус? Просто у нас, Ваня, меня постоянно... Сейчас по 30 тысяч человек заболевших. Все в основном в Китае. Там 500 умерло, тысячи выздоровело. Такое соотношение. Угу. Там немного. Основная масса болеет. По миру он медленно, она распространяется в весь основной вирусный ресурс. Там, в Китае. Угу. Я одна. А я-то думала счастливо обладать. Ты дура. Ну в общем, видите, товарищи, только я понадеялась, что я уже в числе тех выживших, которых точно не коснется тот конец света, которым пугают нас коронавирусом, что люди все умирают от этого вируса и только счастливчики переболевшие точно спасутся. Ну я читала реально статьи такие, слушала и тешила себя надеждой о том, что я все-таки выживу. Ладно. Что еще с нами произошло за это время? Я, как вы понимаете, все это время лежала в лёжку, ничего толком дома не делала, Иван ухаживал за мной полностью, но Иван учился, и у Ивана есть небольшие изменения уже в учебе. Давайте я сниму, ты расскажешь нам, чего там у тебя. Иван, расскажи нам, пожалуйста, что там у тебя на учебе, какие дела, когда следующий экзамен? Неизвестно, когда следующий экзамен. Практика началась. Вот. Сколько дней ты уже практикуешь? Два. А что вы там делаете на практике? Уже по городу ездите? По депо ездим. А, в депо в самом не выходите в город, пока не выезжаете? А когда вы выезжаете в город будете? О, как твои ощущения? Никаких ощущений и никаких ожиданий. Нет, ну а когда ты в депо водил, раз и тронулся трамвай. Тронулся? Замечательно. Значит, правильно ручку двинул. И всё? Больше ничего? Ну ничего, просто научиться. Насколько далеко её отодвигать, потому что два вагона мы изучаем, разная система управления. Всё ясно. А расскажи, пожалуйста, друзьям нашим, подписчикам, о том, как вас проверяли на наркотики. Ну просто, чтобы люди знали, для меня это было очень ценно, и я теперь знаю, что, ну, очень серьёзно к этому относятся, и когда садишься в трамвай, можно не переживать, что реально там всех очень сильно проверяют. Скажи случай. Ну, внезапно сказали, сегодня мы не учимся, сегодня сын в стаканчике. Всё, мы в очередь все от саля, и на следующий день троих там что-то вопросы возникли у троих. Я не в их числе. Иван имел в виду, что он пришёл просто на лекцию, учиться, и тут вот произошло такое. Я что, что сказал? Мы не учимся, сын в стаканы. Ну, ты немножко для меня непонятно рассказал. Ну что, мы в стаканы с сын? Я поняла, сын в стаканы. Не надо на это ни в чём в стаканы. Не надо на это внимание сильно обращать. Иван, что ещё у вас было за это время? У нас? Ну, для того, чтобы учиться. Вы где были, что проходили? Медосмотр. Ну, жилица. Ну, люди, многие не знают, что такое жилица. Ты знаешь. Ну, наш медицинский центр жилица платный. Там на 120 рублей дороже, чем в ЦРБ, но намного быстрее, удобнее. Я туда пошёл. Ванюша, а куда ты ещё? Ходил, что ты делал для того, чтобы дальше продолжать учиться? Ходил к психиатру, наркологу. Мне дали справочку с двумя отпечатями, где говорится, что я не психически здоров и не наркозависим. Зависим. Потом пошёл в наш медцентр, платный жилица. Там на 120 рублей дороже, чем в ЦРБ нашей, но намного проще, быстрее, удобнее. Я там делал электроэнцилфолограмму, невролога, окулиста, ухо-горло-нос. Ну, вроде всё. И к терапевту пошёл, и он мне дал справку. Справку дали, и я ушёл. А нарколог справка сколько стоит? Нарколог? Ну, первый. 600 рублей, а в жилице 2400 заплатил. Дальше это надо всё принести туда, да, на учёбу? Да. Ну, на учёбу ещё надо паспорт, первую страницу и регистрацию, и водительские права с двух сторон. Понятно. Ну, ладно, замечательно. Как твои вообще ощущения происходящего? Ну, ну, чё, мне нравится, не нравится, разочаровался, нет. Не разочаровался. Ну, слава Богу. Вот такие вот у нас дела, вот такие у нас происшествия. Надеюсь, мы дальше уже будем в нашем ритме снимать, с вами общаться, и радует вас всё новыми, новыми видео. И не удивляйтесь, в ближайшее время это будет практически всегда кулинарная рубрика, так как я очень сильно проголодалась по всяким вкусняшкам. Многое, что хочется приготовить и многое, что хочется вам показать и сами поделиться. Первый наш рецепт будет, это будут чебуреки. Но об этом вы уже увидите всё завтра. Всех люблю, всех целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok